Зачем куры поедают мелкие камешки? Начинающего фермера, решившего начать разведение кур, интересует множество вопросов о содержании этой универсальной по назначению птицы. Какие бывают разновидности, где держать, чем кормить, для чего куры глотают камни? На самом деле, ухаживать за этой птицей в домашних условиях несложно. Главное – обеспечить ей необходимые условия для комфортного существования, тогда куры будут исправно нестись и не доставят больших хлопот хозяевам. Содержание кур в домашних условиях. Курятник должен располагаться в месте, где исключено подтопление. Высота потолков подойдет в районе 1,82 метра. Лучший материал для сарая, дерева, по крайней мере, это бетонный пол, не подходит для курятника. Подстелка может быть из соломы, сена, древесной стружки или опилок. Количество освещенности напрямую влияет на способность кур нести яйца, в течение суток должно быть не менее 15 часов светлого времени. В помещении нужна хорошая вентиляция. Если летом для этого достаточно открыть форточку, то зимой такой вариант не подходит. Лучше всего установить вентиляционные трубы. Насесты изготавливают из деревянных брусьев 5 сантиметров в поперечнике, на высоте 1 метр над полом. Одной насетке нужно примерно 20 сантиметров насеста. Подальше от окна устанавливают гнезда высотой, шириной и глубиной около 30 сантиметров. Часто для этого приспосабливают коробки или деревянные ящики. Подстелка используется такая же, как на полу. Курица с цыплятами особое внимание нужно уделить зимнему содержанию курортов. В помещении, где содержится птица, должно быть тепло, светло, сухо и свежо. В северных районах птичник нужно отапливать, ну и про вентиляцию забывать нельзя. Пол нужно застиловать соломой или опилками. Чтобы курочки зимой неслись, им нужен продолжительный световой день. Включать свет можно в 7 утра и выключать в 10 вечера. Температура должна быть не ниже плюс 15 грамм. Оптимальное плюс 23-25 графов отлично, если куры имеют возможность свободно пастись, разгребать и мести землю, питаться под нужным кормом, клевать песок, купаться в пыли. В сарае для кур нужно обязательно сделать небольшие лазы, через которые птица сможет в любое время выходить. Минимальный размер 40 на 40 см можно больше, делаются они на высоте 5 см от пола. Обязательными условиями содержания птицы является соблюдение в курятнике частоты и периодическая дезинфекция. Если в птичнике будет грязно, возможны накапливание и рост числа бактерий и инфекции, которые опасны для курочек. Курятник Кормление Кормить птицу можно разным зерном, пшеницей, ячменем, кукурузой, овсом. До 60% общей массы корма может составлять пшеница, так как она содержит много белка. От ячменя повышается вкусовое качество мяса. Овес содержит большое количество клетчатки, а кукуруза повышает яйценоскость курей. Летом обязательно нужно давать зеленый корм. Птицы любят молодую крапиву, сахарную свеклу, резаные овощи. Также можно скармливать куром ботву огородных культур. Некоторые хозяева дают своим курочкам простоквашу, она хорошо спасает их от жары и способствует увеличению количества яиц. У курей всегда должна быть свежая чистая вода. Паильник нужно устанавливать так, чтобы птица не могла в него залезть. Кормить вечером нужно за час до того, как куры сядут на насест. Количество корма нужно такое, чтобы они съели его за полчаса. Перекормленные куры жиреют и начинают плохо нестись. Обратите внимание, очень важно давать курочкам корм строго в одно и то же время. От этого зависят их здоровье и яйценоскость. Что делать, если куры едят камни? Зачем куры поедают мелкие камешки? Люди задумывались еще в древние времена. Были варианты, что это от недостатка ума, якобы они просто путают их с едой. Также были предположения, что птица таким образом прочищает зуб от застревающих там зерен. Однако истина кроется не там, не там. Ученые выяснили, что если курица не получает с питанием мелких камушек, то ей требуется в день съесть 80 грамм. Зерна, если же получает, то всего 60. Дело не в том, что камни заменяют ей пищу. Просто каменное содержимое помогает ее легче усваивать. Корм французский физик Арри Амюр и итальянский натуралист Эл. Всполонцане тоже заинтересовались, зачем курицы едят камни. Ими было установлено, что у курей есть специальный орган, названный мышечным желудком. Он имеет дискообразную форму и мощную гладкую мускулатуру, которая сокращается с невероятной силой. С помощью этого мышечного органа и камушков происходит размалывание зерна, как жерновами. Твердое содержимое желудка в виде песка, камней и стекла называется гастролиты. Они раздражают стенки органа и стимулируют его сокращение. Мышцы сокращаются каждые 20-30 секунд. Давление внутри куриного желудка составляет 100-160 мм РТ. Стаканы исследования доказали, что куриный желудок способен раздавить стеклянные бусы и даже согнуть крошечные кусочки железа, которые нечаянно может съедать птица. Соответственно, причина поедания курами песка и мелких камней в том, что без них въеда не переваривается в полной мере. Поэтому песок и камни должны присутствовать в рационе кур обязательно. Цыплята – совет опытных птицеводов. Лучше всего покупать в суточных цыплят районированные породы на птицефабрике. Наиболее продуктивным является первый год жизни несушки. В домашних условиях рекомендуется держать курочку не более трех лет. Дальше ее содержание невыгодно. Нельзя содержать вместе птиц разного возраста, так как у них разные потребности в питании. Кроме того, молодняк наиболее чувствителен к инфекциям, которые могут разносить взрослые особи. Куры для пищеварения глотают камни, для чего обязательно устанавливают емкость с мелкой гальтой, мелом, дробленной скорлупой и ракушками. Это еще и предохранит яйца от расклевывания. Для того, чтобы куры могли купаться и счищать с себя паразитов, в птичники устраивают зольные ванны. Для этого в глубокий таз насыпают одинаковое количество золы, песка и глины. Осенью требуется утеплить сарай, где содержатся куры. На пол нужно насыпать слой опилок. Осенью достаточно 5 сантиметров. В зимний период слоя увеличивают. Температура в птичнике должна поддерживаться в пределах плюс 21-25 графов. С сокращением светового дня повышается потребность в искусственном свете. Достаточно обычной лампочки накаливания. В выгульном дворике должна быть тень. Если рядом нет больших деревьев, нужно натянуть сетку или тент. Корм для курей должен быть рассыпчатым. Липкая пища забивает этой птице носовые отверстия. Почему содержание кур в домашнем хозяйстве выгодно? Потому что это практически безотходное производство. Яйца и мясо идут в употреблении. На продажу перья можно сдавать, а помет использовать как удобрение для огорода. Конечно, нужны затраты на корм, но они себя оправдывают и окупают экологически чистой продукцией со своего двора.